Глава пятая. Сидел на корточках незнакомый мужчина и подбирал осколки разбитой рюмки. Кроме того, на кухне был еще мальчик лет пяти. Сидел на табурете за столом, подсунув под себя ладони, болтал ногами и смотрел, как подбираются осколки. — Слушай, отец! — возбужденно закричал Вайнгартен, увидев Молянова. — Где ты пропадаешь? Огромные щеки его пылали лиловым румянцем, черные, как маслины, глаза блестели, жесткие смоляные волосы стояли дыбом. Видно было, что он уже основательно принял внутрь. На столе имела место наполовину опорожненная бутылка экспортной столичной и всякие яства из стола заказов. — Успокойся и не переживай! — продолжал Вайнгартен. — Икру мы не тронули. Тебя ждали. Мужчина, подбиравший осколки, поднялся. Это был рослый красавец с норвежской бородкой и чуть обозначившимся брюшком. Он смущенно улыбался. — Так, так, так! — произнес Молянов, вступая в кухню и чувствуя, как сердце поднимается из желудка и становится на свое место. — Мой дом, моя крепость. Так это называется? — Взятая штурмом, отец! Взятая штурмом! — заорал Вайнгартен. — Слушай, откуда у тебя такая водка и жратва? Молянов протянул руку красавцу, и он тоже протянул мне руку, но в ней были зажаты осколки. Возникла маленькая приятная неловкость. — Мы тут без вас нахозяйничали, — сказал он сконфуженно. — Это я виноват. — Чепуха-чепуха! Вот сюда давайте, в ведро! — Дядя трус! — произнес друг мальчика отчетливо. Молянов вздрогнул, и все тоже вздрогнули. — Ну-ну, тише! — произнес красавица, как-то нерешительно погрозил мальчику пальцем. — Дитя! — сказал Вайнгартен. — Ведь тебе дали шоколад! Сиди и харчись! Не встревай! — Почему же это я трус? — спросил Молянов, усаживаясь. — Зачем это ты меня обижаешь? — А я тебя не обижаю! — возразил мальчик, разглядывая меня, как какое-то редкостное животное. — Я тебя назвал! — Между тем красавица освободился от осколков, вытер ладонь носовым платком и протянул мне руку. — Захар! — представился он. Мы обвинялись церемонным рукопожатием. — Задело, задело! — хлопотливо произнес Вайнгартен, потирая руки. — Тащи еще две рюмки! — Слушайте, ребята, — сказал Молянов, — я водку пить не буду. — Вино пей! — согласился Вайнгартен. — Там у тебя еще две бутылки белого. — Нет, я лучше коньяку. Захар, достаньте там, пожалуйста, в холодильнике икру и масло и вообще все, что там есть. Жрать хочется. Молянов сходил в бар, взял коньяк и рюмки, показал язык кресла, в котором давеча сидел Тантон Макут и вернулся к столу. Стол ломился от яст. — Наемся и напьюсь, подумал я с веселой яростью. Молодцы, ребята, что приехали! Но все получилось не так, как я думал. Едва мы выпили, я принялся с урчанием поедать гигантский бутерброд с икрой, как Вайнгартен совершенно трезвым голосом сказал. — А теперь, отец, рассказывай, что с тобой произошло? Молянов поперхнулся. — Откуда ты взял? — Вот что, — сказал Вайнгартен, переставший сиять, как масляный блин. — Нас здесь трое, с каждым из нас кое-что произошло. Так что не стесняйся. — Что тебе сказал этот рыжий? — Вечеровский? — Да нет, при чем здесь Вечеровский? К тебе явился маленький огненно-рыжий человек с этаким удушливо-черном костюме. Что он тебе сказал? — Молянов откусил от бутерброда, сколько в рот влезло и принялся жевать, не чувствуя вкуса. Все трое смотрели на него. Захар смотрел смущенно, руку улыбаясь, то и дело отводя взгляд. Вайнгартен бешено выкатил глаза, готовясь заорать. А мальчишка, держа в руке обмусоленную шоколадную плитку, весь так и подался к Молянову, словно хотел в рот ему вскочить. — Ребята, — сказал Молянов наконец, — какие там рыжие! Никакие рыжие ко мне не приходили. У меня все было гораздо хуже. — Ну давай, давай, рассказывай, — нетерпеливо сказал Вайнгартен. — Почему это я должен рассказывать? — возмутился Молянов. — Я из этого никакого секрета не делаю, но что-то ты передо мной разыгрываешь. Сам рассказывай. Откуда, интересно, ты узнал, что со мной вообще что-то случилось? — Вот расскажи, а потом и я тебе расскажу, — упрямо сказал Вайнгартен. — И Захар расскажет. — Вот вы давайте оба и рассказывайте, — проговорил Молянов, нервно намазывая себе новый бутерброд. — Вас двое, а я один. — Ты рассказывай, — приказал вдруг мальчик, ткнув в сторону Молянова пальцем. — Тише-тише, — прошептал Захар, совсем застеснявшись. Вайнгартен невесело хохотнул. — Это ваш? — спросил Молянов Захара. — Да вроде мой, — странно ответил Захар, отводя глаза. — Его, его, — сказал Вайнгартен нетерпеливо. — Между прочим, это как раз часть его рассказа. — Ну, Митька, давай, не ломайся. Совсем они сбили Молянова с панталыку. Он отложил бутерброд и стал рассказывать. С самого начала, с телефонных звонков, когда одну и ту же страшную историю рассказываешь второй раз на протяжении каких-нибудь двух часов, поневоле начинаешь обнаруживать в ней забавные стороны. Молянов и сам не заметил, как разошелся. Вайнгартен то и дело всхохотывал, обнажая могучие желтоватые клыки. А Молянов прямо-таки целью жизни своей положил заставить засмеяться и красавца Захара. Но это ему так и не удалось. Захар только растерянно и почти жалобно улыбался. А когда Молянов дошел до самоубийства Снегового, стало и вообще не до смеха. — Врешь! — хрипло выдохнул Вайнгартен. Молянов дернул плечом. — За что купил? — сказал он. — А дверь у него опечатана. Можешь пойти и посмотреть. Некоторое время Вайнгартен молчал, постукивая по столу толстыми пальцами и подрагивая в такт щеками. А потом вдруг шумом поднялся и ни на кого не глядя протиснулся между Захаром и мальчиком и тяжело затопал вон. Было слышно, как чмокнул замок, в квартиру потянуло щами. — Ох, 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 ох! — уныло произнес Захар. И сейчас же мальчик протянул ему обмусоленную шоколадку и потребовал. — Откуси. Захар покорно откусил и стал жевать. Хлопнула дверь. Вайнгартен, по-прежнему ни на кого не глядя, протиснулся на свое место и, плеснув себе в рюмку водки, хрипло пуркнул. — Дальше. — Что дальше? — Дальше я пошел к Вечеровскому. Эти хмыри ушли, и я пошел. Вот только что вернулся. — А рыжий? — спросил Вайнгартен нетерпеливо. — Я же тебе говорю, ослиная твоя башка. Не было никаких рыжих. Вайнгартен и Захар переглянулись. — Ну, предположим, — сказал Вайнгартен, — а девица эта твоя, Лидочка, она тебе никаких предложений не делала? — Ну, как тебе сказать, — Малянов неловко ухмыльнулся. — То есть, если бы я по-настоящему захотел, тьфу, болван, я не об этом. — Ну, ладно, а следователь? — Знаешь, что Валька, — сказал Малянов, — я тебе все рассказал, как было, иди к черту. Честное слово, третий допрос за день. — Валя, — нерешительно вмешался Захар, — а может быть тут действительно что-нибудь другое? — Брось, отец, — Вайнгартен весь перекосился. — Как-то другое. У него работа, работать не дают. Как-то другое. И потом, мне же его назвали. — Кто это меня назвал? — спросил Малянов, предчувствуя новые неприятности. — Писать хочу, — ясным голосом объявил мальчик. Все уставились на него. А он оглядел всех по очереди, сполз с табуретой и сказал Захару. — Пойдем. Захар виноватый улыбнулся, сказал. — Ну, пойдем. И они скрылись в сортире. Было слышно, как они гоняют рассевшегося в унитазе каляма. — Кто это меня назвал? — сказал Малянов Вайнгартену. — Что еще за новости? Вайнгартен склонил голову, прислушался к тому, что происходит в сортире. — Во губарь влип! — произнес он с каким-то печальным удовлетворением. — Вот влип, так влип! — Что-то вязко провернулось в мозгу у Малянова. — Губарь? — Ну да, Захар. Знаешь, сколько веревочки не виться? Малянов вспомнил. — Он ракетчик? — Кто? — Захар? — Вайнгартен удивился. — Да нет, вряд ли. Хотя вообще-то он работает в каком-то ящике. — Он не военный? — Ну, знаешь ли, все ящики в той или иной. — Я про губаря спрашиваю. — Да нет, он мастеровой, золотые руки. Блох мастерит, с электронным управлением. Но беда не в этом. Беда в том, что он человек, который бережно и обстоятельно относится к своим желаниям. Это его собственные слова. Причем, заметь, отец, это истинная правда. Мальчик снова появился в кухне и вскарабкался на табурет. Захар вошел за ним. Малянов сказал ему. — Захар, вы знаете, я забыл, а сейчас вот вспомнил. Ведь о вас Снеговой спрашивал. И тут Малянов впервые в жизни увидел, как человек белеет прямо на глазах. То есть делается белым буквально как бумага. — Обо мне? — спросил Захар одними губами. — Да вот, вчера вечером. Малянов испугался. Такую реакцию он все-таки не ожидал. — Ты что, его знал? — спросил Вайнгартен Захара негрунка. Захар молча помотал головой, полез за сигаретой, высыпал полпачки на пол и принялся торопливо собирать просыпанное. Вайнгартен крякнул, пробормотал «это дело надо того отцы» и принялся разливать. И тут мальчик сказал. — Подумаешь, это еще ничего не значит. Малянов опять вздрогнул, а Захар распрямился и стал смотреть на сына с какой-то надеждой, что ли. — Это просто случайность, — продолжал мальчик. — Вы телефонную книгу посмотрите. Там этих губарей штук восемь. Малянов знал шестого класса. В седьмом они подружились и просидели до конца школы за одной партой. Вайнгартен не менялся с годами, он только увеличивался в размерах. Всегда он был веселый, толстый, плотоядный. Всегда он что-то коллекционировал. То марки, то монеты, то почтовые штемпеля, то этикетки с бутылок. Один раз, уже ставший биологом, он даже затеял коллекционировать экскременты, потому что Женька Сидорцев привез ему из Антарктиды китовье, а Саня Житнюк доставил из Пенджикента человеческие, но не простые, а окаменевшие, девятого века. Вечно он приставал к окружающим, требуя показать мелочь. Искал какие-то особенные медики. И вечно он хватал чужие письма, клянчил конверты с печатями. И при всем при том, дело свое он знал. У себя в Израине он давно уже был старшим, числился членом 20 разнообразных комиссий, как союзных, так и международных, постоянно шастал за рубеж на всякие конгрессы и вообще был без пяти минут доктор. Из всех своих знакомых больше всего он уважал Вечеровского, потому что Вечеровский был лауреат, а Валька до дрожи мечтал стать лауреатом. Сто раз он рассказывал Молянову, как нацепит медаль и пойдет в таком виде на свиданку. И всегда он был треплом. Рассказывал он блестяще, самые обычные житейские события превращались у него в драмы, а-ля Грэм Грин. Или, скажем, ле каре. Но врал он, как ни странно, очень редко и ужасно смущался, когда на этом редком вранье его ловили. Ирка его не любила, непонятно за что. Тут была какая-то тайна. Было у Молянова подозрение, что в молодые годы, когда Бобка еще не родился, Вайнгартен пытался подбить ей клинья. Ну, и что-то у них там, слава богу, не заладилось. Вообще, насчет клиниев он был мастак. Но не какой-нибудь там сальный или примитивно похотливый, а веселый, энергичный, заранее готовый как к победам, так и к поражениям мастак. Для него каждая свиданка была приключением, независимо от того, чем она кончалась. Светка, женщина исключительно красивая, но склонная к меланхолии, давно махнула на него рукой. Тем более, что он в ней души не чаял и постоянно дрался из-за нее в общественных местах. Он вообще любил подраться. Ходить с ним в ресторан было сущим наказанием. Словом, жил он ровно, весело, удачливо и без каких-нибудь особых потрясений. Странные события с ним начались, оказывается, еще две недели назад, когда серия опытов, заложенная в прошлом году, стала вдруг давать результаты совершенно неожиданного и даже сенсационного свойства. Вы этого, отцы, понять не можете. Это связано с обратной транскриптазой. Она же РНК-зависимая ДНК-полимераза. Она же просто ревертаза. Это такой фермент в составе анкорновирусов. И это, я вам прямо скажу, отцы, пахнет нобелевкой. В лаборатории Вангартена, кроме него самого, никто этих результатов оценить не сумел. Большинству, как это всегда бывает, было до лампочки. А отдельные творческие единицы решили просто, что серия провалилась. Время между тем летнее, и все рвутся в отпуска. Вайнгартен же, естественно, никому отпуска не подписывает. Возникает скандальчик. Обиды, местком, портбюро. И в разгар этого скандальчика Вайнгартену на одном из совещаний полуофициально сообщают, что есть такое мнение. Назначить товарища Вайнгартена Валентина Артуровича директором новейшего супермодернового биологического центра, строительство которого сейчас заканчивается в Добролюбове. От этого сообщения глава Вайнгартена ВА пошла кругом. И он, тем не менее, сообразил, что такое директорство, во-первых, пока еще журавль в небе, а когда и если превратится в синицу в руках, то, во-вторых, вышибет Вайнгартена ВА из творческой работы по крайней мере года на полтора, а то и на два, в то время как Нобелевка отцы – это Нобелевка. Поэтому пока Вайнгартен просто обещал подумать, а сам вернулся в лабораторию к своей загадочной обратной транскриптазе и к незатихающему скандальчику. Не прошло и двух дней, как его вызвал к себе шеф-академик и, расспросив о текущей работе, я держал язык за зубами отцы, я был предельно сдержан и предложил ему оставить эту сомнительную чепуху, а заняться такой-то и такой-то темой, имеющей большое народно-хозяйственное значение, а потому сулящие неисчислимые материальные и духовные блага, за что он, шеф-академик, ручается головой. Ошеломленный всеми этими ни с того ни с сего распахнувшегося горизонтами, Вайнгартен имел неосторожность расхвастаться дома. Да не просто дома, а перед своей тещей, которую он зовет к авторангам, потому что она действительно капитан второго ранга в отставке. И небо над ним потемнело. Отцы, с этого вечера мой дом превратился в лесопилку. Меня непрерывно пилили и требовали, чтобы я соглашался немедленно, причем сразу на все. А лаборатория тем временем, несмотря на скандальчики, продолжала выдавать на гора результаты один другого поразительнее. Тут умирает тетка, чрезвычайно дальняя родственница по отцу. И, улаживая дела о наследстве, Вайнгартен обнаруживает на чердаке ее дома в Кавголове ящик, набитый монетами советского чекана, вышедшими из употребления в 61 году. Надо знать Вайнгартена, чтобы поверить. Как только он нашел этот ящик, его перестали интересовать все прочие явления жизни, вплоть до надвигающейся Нобелевки включительно. Он засел дома и четверо суток перебирал содержимое ящика, глухой к звонкам из института и к пилищам речам Кавторанга. В этом ящике он обнаружил замечательные экземпляры. О-о-о, великолепные! Но дело было не в этом. Когда, покончив с монетами, он вернулся в лабораторию, ему стало ясно, что открытие уже, можно сказать, свершилось. Конечно, оставалась еще масса неясного, конечно, все это надлежало еще оформить, тоже, между прочим, работа немаленькая, но сомнений больше уже не было. Открытие вылупилось. Вайнгартен закрутился, как белка в колесе. Он разом покончил со всеми скандалами в лаборатории. Отцы выгнал всех в отпуск к чертовой матери. Он в 24 часа вывез Кавторанга с девочками на дачу, отменил все встречи и все свидания, и только было засел дома для нанесения последнего решающего удара, как наступил позавчерашний день. Позавчера, едва Вайнгартен принялся за работу, в квартире объявился этот самый рыжий, маленький, медно-красный человечек с очень бледным личиком, втиснутый в наглухо застегнутый черный костюм какого-то древнего покроя. Он вышел из детской, и пока Валька беззвучно открывал и закрывал рот, ловко присел перед ним на край стола и начал говорить. Без всяких предисловий он объявил, что некая внеземная цивилизация уже давно внимательна и с беспокойством следит за его Вайнгартеново-научной деятельностью, что последняя работа упомянутого Вайнгартена вызывает у них особую тревогу, что он, рыжий человечек, уполномочен предложить Вайнгартену ВА немедленно свернуть упомянутую работу, а все материалы по ней уничтожить. «Вам совершенно не нужно знать, зачем и почему мы этого требуем», объявил рыжий человечек. «Вы должны знать только, что мы уже пытались принять меры к тому, чтобы все произошло естественным путем. Вам ни в коем случае не следует заблуждаться, будто предложение вам поста директора, другой перспективной темы, находка ящика с монетами и даже пресловутый скандальчик в вашей лаборатории являются событиями чисто случайными. Мы пытались остановить вас, однако поскольку удалось вас только притормозить, и то ненадолго, мы вынуждены были применить такую крайнюю меру, как настоящий визит. Вам надлежит знать, впрочем, что все сделанные вам предложения остаются в силе, и вы вольны принять любой из них, если наше требование будет удовлетворено. Более того, в этом последнем случае мы намерены помочь вам удовлетворить и ваши маленькие, вполне понятные желания, проистекающие слабости, свойственных человеческой природе. В качестве залога позвольте вручить вам этот небольшой презент». С этими словами Рыжий выхватил прямо из воздуха и бросил на стол перед Вайнгартеном толстый пакет, как выяснилось впоследствии, набитый великолепными марками, совокупную ценность которых человек, не являющийся филателистом-профессионалом, представить себе просто не может. Вайнгартен, продолжал Рыжий человечек, ни в коем случае не должен полагать, что он является единственным землянином, оказавшимся в сфере внимания сверхцивилизации. Среди знакомых Вайнгартена есть по крайней мере три человека, деятельность которых подвергается в данный момент пресечению. Он, Рыжий человечек, может назвать такие имена, как Малянов Дмитрий Алексеевич, астроном, Губарь Захарович, инженер и снеговой Арнольд Павлович, химико-физик. Вайнгартеновый А давался на обдумывание трое суток, начиная с этого момента, после чего сверхцивилизация будет считать себя вправе применить некие зловещие меры третьей степени. «Пока он мне все это излагал», говорил Вайнгартен, страшно таращая глаза и выпячивая челюсть. «Я, отцы, думал только об одном. Как этот гад проник в квартиру без ключа? Тем более, что дверь у меня была на задвижке. Неужели, думаю, это Светкин хахаль, которому стало невмоготу под диваном? Ну, думаю, сейчас я тебя отметелю. Но пока я все это думал, этот рыжий гад кончил свои речи и... Вайнгартен сделал эффектную паузу. «Вылетел в окно», сказал Малянов сквозь зубы. «Вот тебе!» Вайнгартен, не стесняясь ребенка, сделал малопристойный жест. «Никуда он не вылетел, он просто исчез». «Валька», сказал Малянов, «Я тебе говорю, старик, вот так он сидел передо мной на столе, я как раз примирялся въехать ему по сапатке, не вставая, и вдруг его нет. Как в кино, знаешь?» Вайнгартен схватил последний кусок осетрины и затолкал его в пасть. «Муам», сказал он, «Муам-муам», он с усилием проглотил и, моргая за слезившимися глазами, продолжал. «Это я отца и сейчас отошел немножко, а тогда сижу в кресле, глаза закрыл, вспоминаю его слова, а у самого все внутри дрожит мелкой дрожью, как поросячий хвост. Думал прямо тут же и помру. Никогда со мной такого не бывало. Добрался кое-как до тещиной комнаты, хватил валерьянки. Не помогает. Смотрю, у нее бром стоит. Я брому хватил. «Подожди», сказал Малянов с раздражением, «хватит трепаться. Ей-богу, мне сейчас не до трепа. Что было на самом деле? Только, пожалуйста, без этих рыжих пришельцев». «Отец», сказал Вайнгартен, выкатывая глаза до последнего предела, «отец, вот те крест, честная пионерская». Он неуместно перекрестился с ярко выраженным католическим акцентом. Мне самому было не до шуток. Собирал марки и довольно энергично. Остатки юношеской коллекции Вайнгартен когда-то отобрал у Малянова с довольным мурчанием. Так что кое-что в марках он понимал. И на какое-то время лишился языка. Да, конечно, в королевской коллекции все это было. У господина Стулова в Нью-Йорке кое-что из этого было тоже. Но если, скажем, взять госколлекцию, не говоря уже о простых коллекционерах... «Фальшивки», сказал Малянов наконец. Вайнгартен презрительно молчал. «Ну, тогда новоделы». «Дурак ты», сказал Вайнгартен коротко и спрятал книжку. Малянов не нашелся, что сказать. Ему вдруг пришло в голову. «Если бы все это было враньем или даже просто правдой, а не страшной правдой, Вайнгартен сделал бы наоборот. Он сначала показал бы эти марки, а уже потом развел бы вокруг них более или менее достоверный треп. «Ну и что теперь делать?» спросил он, чувствуя, как сердце его опять куда-то проваливается. Никто ему не ответил. Вайнгартен налил себе рюмку, выпил в одиночестве и закусил последней ромпальсиной. Губаль тупо следил, как его странный сын сосредоточенно с очень серьезным бледным лицом играет рюмками. Потом Вайнгартен снова принялся рассказывать, уже без всяких шуточек, словно бы устала, едва шевеля губами. Как он кинулся звонить Губарю, а Губаль не отвечал, как он позвонил Малянову и ему стало ясно, что Снеговой действительно существует на свете. Как он перепугался, когда Малянов ушел открывать лидочки и долго не брал трубку. Как он не спал всю эту ночь, бродил по комнатам и думал, 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 глотал бром и снова думал. Как он позвонил Малянову сегодня и понял, что на него уже тоже вышли, а потом к нему пришел Губарь со своими неприятностями. Продолжение следует... Продолжение следует...